Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире программа «На виду», и веду ее сегодня я, Нажмудин Атлагишеев. И я спешу представить вам наших дорогих гостей из Тверской губернии. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта «Арт-перекресток Верхневолжьи и Дагестан», в рамках которого сегодня в Махачкале открылась замечательная выставка, издатель журнала «Реноме», детский писатель Нина Митлина и всемирно известный российский художник-славянист Всеволод Иванов. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Спасибо, что, пожалуй, нашли в своем плотном графике время для нас, для нашей студии, для нашей программы. Хотелось бы, прежде всего, спросить о ваших впечатлениях. Я знаю, что вы прилетели в Дагестан вчера и, наверное, уже успели прогуляться по ночной Махачкале. И вот ваши впечатления хотелось бы услышать. Самые яркие впечатления. И прежде всего, мы просто очарованы гостеприимством вашего народа. Нас встречали, ну, можно сказать, по полной программе. И впечатления от Махачкалы, конечно, мы были очень наслышаны об этом городе, но когда мы увидели, мы были покорены его красотой. И особенно, вот, вечерняя прогулка, да, в Севолод, по набережной, цветение абрикосов, да, если не ошибаюсь, это очень-очень и очень красиво. А скажите, сколько дней вы еще пробудете в Дагестане? И вы уже, наверное, наверняка наметили места, значит, которые вы планируете посетить. В Дагестане мы будем до воскресенья. А из программы, которая нам предложена принимающей стороной, это прежде всего Дербент, куда хотел в Севолод очень поехать, потому что это старейший город России, да, я не ошибаюсь. И для него, как для художника, это было бы просто, я не знаю, ну, скажем так, фундаментом для нового вдохновения. И Сулакский каньон. Очень приятно. Ну, давайте поговорим о выставке. И сегодня прошел премьерный показ, во время презентации которого были представлены три большие работы Всеволода Борисовича – «Подлинники», «Холст» и «Масло». Вот можно несколько подробнее услышать о них? Ну что ж, я начал трудиться над этими полотнами где-то два месяца назад. То есть, вот это свежие работы. Как я за холстом тружусь? Вытаскиваю образы из воображения. Натурой практически не пользуюсь. Вот уже у меня сложился такой творческий метод. То есть, махачхалинцы, они практически обладают правом первовидения этих новостей? Совершенно верно. Это настоящая премьера. Вот, я представил, как мог выглядеть Дагестан, ну, скажем, два века назад. И вот у меня есть одна такая картина. «Ушедшее столетие Кавказа», я назвал. Ну, я имел в виду Дагестан. Еще там у меня две работы. Одна называется «В глубинах Тартарии», где я постарался представить Сибирь много тысяч лет назад. Разрушенный храм среди леса. Совершенно фантастическая картина. Вот. И еще одна картина называется «Переживший всемирный потоп» или «Последний корабль Атлантиды». Ну, у меня сериал такой вот «Последний корабль Атлантиды». Впервые я приступил к первой картине, у меня была сделана много лет назад. Ну, так или иначе, в разных вариантах, я вот возвращаюсь вот к этой серии. И вот создал очередную работу. — Василий Борисович, хочется спросить. Вот большинство ваших картин посвящены Руси. Не просто Руси, а вот старославянской Руси. — Да, ведической даже. Да, вот картина «Руси. Храма бога Хорса», «Чернобога». И вдруг появляются картины «Горы Кавказа». Вот что вас вдохновило на это, и почему вот такой переломный момент в вашем творчестве? — Я хочу сказать, ну, я художник-славянист, но не полностью, вот как бы, отчасти. Потому что часть моего творчества, ну, скажем, посвящена цивилизациям древности. Скажем, легендарная Атлантида и так далее, и так далее, и так далее. На тему Кавказа я писал, ну, несколько лет назад, достаточно большое количество картин. Ну, это пейзажи с видами гор, знаменитых... — Горных рек. — Да, горных рек, знаменитые башни, естественно, аулы. На Кавказе я раньше был, но в Дагестане не приходилось. — Это была его мечта. — Он говорил про это не раз. — Вот благодаря Нине Метлиной, Славе Метлину, руководству Дагестана, моя мечта сбылась. И завтра я увижу еще дивный город Дербен. А послезавтра еще и каньон, Кулакский каньон, да? — Сулакский. — Сулакский, да. Который, как я слышал, он больше американского, в этих скалистых горах. Я даже не представляю, что я увижу. Но я готовлюсь внутренне к этому. — Но вы все успеете посетить все эти памятные места, все эти памятники природы. — Учитывая, как ваша сторона принимает, вы успеете? — Да, учитывая, да. — Очень слаженно, очень оперативно, очень гостеприимно. — У нас столько и гостеприимно все, и встретили все, и такие впечатления остаются на всю жизнь. И память об этой поездке. — Тем более, что здесь горы Северный Дагестан граничит с Южным, где, кстати, даже говоря, есть Лиановый лес, единственный в России реликтовый Лиановый лес. Обязательно приходите к нам летом, вы многое увидите. — Да, я много раз слышал, что все-таки Дагестан на Кавказе, все-таки это особый регион. И в природном плане, и в архитектурном. — Ну, и в сакральном. — Сакральном, да, наверное, главное в сакральном. Поэтому, так как меня древности прошлого, ушедшего мира, ну, просто терзают. Терзают вот так. Интерес жгучий. И вот чем глубже в историю, тем мне интереснее вот создавать такие картины. И я, наверное, может быть, сделаю даже провокативную одну картину, которая будет называться «Пять тысяч лет Дерпенту». — Замечательно. — Почему-то меня вот сейчас это вдохнуть, завтра я увижу все. — Посмотрю и вдохновлюсь. — Вот в этом-то и суть, что Всеверный Иванов получит большой приток вдохновения, я думаю, мы удивим. — Замечательно. — Я постараюсь все это, чтобы у меня сложилось, и сделать эту картину. — Я знаю, что вы сегодня встретились с главой Дагестана. — Да. — Я знаю, что вы с ним были ранее знакомы и очень хорошо знакомы. Скажите, вот что вас объединяет с Владимиром Васильевым, с Владимиром Абдуалиевичем? И, ну, стоит ли спрашивать о ваших впечатлениях? — Ну, дело в том, что Владимир Абдуалиевич Васильев, он тверской депутат, он избирался в Госдуму по нашему Тверскому округу. И мы знакомы с Владимиром Абдуалиевичем очень-очень много лет, и нас объединяет множество проектов. И, конечно, Владимир Абдуалиевичем Васильевым очень гордится «Тверская земля». — Теперь и не только «Тверская земля». — Да. Поэтому, конечно, мы очень горды, что он поддержал наш вот этот социально-культурный проект, благодаря которому мы сегодня у вас в студии, благодаря которому сегодня у вас в Доме поэзии, кстати говоря, очень замечательная, это очень замечательная выставочная площадка, открылась наша выставка. — Давайте поговорим о проекте. На проекте, помимо, значит, Всеволоды Ивановы, представлены картины других художников. Расскажите немного о ней. — С удовольствием, с удовольствием. — Прежде всего, хочу сказать, что наш журнал «Реноме», руководителем которого я являюсь, вот, кстати, как раз у нас такой небольшой презент. — Спасибо. Спасибо огромное. — Наш журнал «Реноме» на протяжении ряда лет является в Твери организатором масштабных проектов, больших проектов, которые объединяют наших творческих тверских людей, в том числе людей не только из Твери, но и из Москвы, из Тверской области. 200 авторов у нас вот в нашем проекте участвуют, и проекты все время носили, ну, скажем так, региональный характер. И вот нам захотелось вырваться из рамок Тверского региона, и первая наша попытка, конечно же, ну, это все было объяснимо, это Дагестан. Мы обратились с письмом к Владимиру Абдуальевичу Васильеву, и он поддержал наш проект. Вот почему мы здесь, почему мы выставляемся. И, конечно, что мы привезли сюда. У нас там выставки в Твери, они, конечно, проходят очень масштабно, это очень большие площадки, это очень огромное число картин. Ну, к сожалению, мы не смогли, да, привести масштабную экспозицию, но, тем не менее, мы привезли несколько авторов, и вот я, с вашего позволения, да, буквально несколько слов расскажу о них. Ну, прежде всего, это однофамилиец главы Республики Дагестан, Владимир Васильев. Это художник, который воспевает наши тверские места. У нас тоже есть сакральные места, это Нилова пустынь. И вот ряд работ, по-моему, 12 посвящены Ниловой пустыне. Это очень-очень красиво. Кстати, я приглашаю всех жителей Махачкалы. Выставка у нас работает до воскресенья, обязательно зайдите в Дом поэзии. Также у нас представлены другие художники. Это Георгий Володько, который тоже соорганизатор проекта. Также Андрей Габиенко, он тоже приехал вместе с нами. И у нас присутствуют работы Шабана Джумалеева. Вот тут самое интересное. Дело в том, что мы с вами братья и твери Махачкала, потому что в наших рядах объединения «Перекрёстка» оказался человек, парень, художник, который родом из Махачкалы, но мы считали его тверским, а он оказался дагестанским. Сегодня на открытии выставки в Доме поэзии мы показали нашу презентацию. Презентация как раз, да, я забыла сказать, что у нас же девиз нашей поездки, нашего проекта и презентации, он звучит очень красиво, на мой взгляд, и очень всеобъемлюще. Это от истока Волги, Каспийскому морю. То есть тут всё, и Тверская земля, и ваша земля, и Россия, да, как-то вот уместилась здесь. Поэтично очень. Поэтично, да. И вот в этой презентации, которую я тоже предоставила вашему телеканалу, за что вообще огромное спасибо вам за внимание к нам, мы как раз вот отразили такие вехи нашего проекта. Там есть и отражение нашей истории, всех этих наших проектов, которые мы проводили на Тверской земле. Там очень представлены работы Владимира Васильева, касающиеся Ниловой пустыни. И большой такой тоже отрезок времени посвящен, конечно, Всеволоду Иванову. Мы оживили эти картины. Вот то, что сейчас модно, то, что делают на телеканале культуры. Культура, когда картина начинает оживать, двигаться. Вот эти совершенно фантастические картины Всеволода Иванова, они у нас там оживлены. На одной из картин у нас птичка там, да, чирикает. На другой у нас льется вода. На третьей костры вот так жгут. То есть это очень красиво. И предварительно презентацию уже вот видели ваши представители. Ну, она им очень понравилась. Спасибо огромное. Вот поскольку презентацию, этот презентационный ролик есть в нашем распоряжении, благодаря вам, вот с вашего разрешения, я предлагаю посмотреть и нашим телезрителям, тем, кто не успел попасть на презентацию. Внимание на экран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще журнал «Ренамы» поддержит искусство. С момента своего создания вот уже 12 лет, а этот наш проект особый. Мы поддерживаем тверских художников, гордимся ими. И мы рады, что наша тверская земля богата на таланты. Я хочу поблагодарить организаторов за возможность который раз уже вот здесь побывать, встретиться, увидеть работу очень талантливых, необыкновенных, одаренных, добрых, встречающих положительную энергию людей и встретиться с теми, кто ценит это, кто это любит, кто это поддерживает, а ради кого и работают все, кто творит, создает. Редактор субтитров А.Семкин Нина Олеговна, скажите, пожалуйста, сколько, давайте объясним телезрителям, сколько еще продлится выставка? Вот если, допустим, завтра, послезавтра люди не успеют, когда можно попасть? Да, до субботы, последний день суббота, можно прийти, можно посмотреть, ознакомиться, оставить свои впечатления, ну, я думаю, позитивные. Спасибо. А какое ожидается продолжение данного проекта? Ведь проект не закончится вот только этой экспозицией, может быть, будет культурный обмен, может быть, вы пригласите, значит, дагестанских художников, там откроется эта выставка. Да, с удовольствием отвечу на этот вопрос. Так, ну, во-первых, у нас проект еще включает посещение культурных и туристических мест Дагестана. Мы хотим привезти с вашей гостеприимной земли вот кусочек вашего воздуха, вот это ощущение, эмоции, рассказать нашим жителям про то, что же такое Дагестан, как здорово приехать сюда, напитаться вот этими эмоциями. Поэтому впереди, да, как я сказала, у нас посещение туристических мест. Что касается культурного обмена, мы очень это хотим. Мы хотим встретить дагестанских наших коллег на Тверской земле. Тут не все зависит от нас, но очень большая, да, как бы часть, мы сможем принять ребят. Главное, чтобы было, да, и содействие со стороны руководства республики, я думаю, оно будет со стороны наших тверских властей. Что касается нас, мы готовы и уже примерно представляем, как это будет, и предварительные переговоры у нас уже есть. Понятно. А какие туристические объекты? Вот я знаю, что озеро Селигер на Тверской земле, еще какие-то есть туристические? Ну, конечно, 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 спасибо, спасибо, да, за такой близкий нам вопрос. Мы очень-очень любим нашу Тверскую землю, как и вы свои, очень гордимся ей. Нилову пустыню мы говорили, озеро Селигер, да. Еще у нас есть такое очень интересное озеро Бросно, в котором, как считают старожилы, живут чудовище. И, кстати, одна из картин, да, Всеволода Иванова посвящена вот этому озеру. Это как Лохнесское чудовище, да? Да, да, да. Хозяин озера название. Да, у нас очень интересная Калязинская земля. Вот, кстати, в этом журнале Ринаме вы прочтете интервью с вот этой очаровательной девушкой на обложке, которая живет в Калязине, и она раскручивает потенциал именно Калязинского района Тверской области. Там колокольня, стоящая посреди водной глади. Это русская Атлантида, это тоже такая тема очень тонкая, да, такая трепетная. У нас места очень много, у нас тоже много сувениров. Вот один наш презент, это у нас в Туре тоже есть пряники. Ну, не только в Туле, да? Тоже вашему телеканалу. Спасибо, спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, вот в этом году еще ожидаются в Дагестане подобные выставки? Так, вот пока не совсем готова сказать, не готова ответить на этот вопрос, очень хотелось бы надеяться. Будем надеяться. Да, будем надеяться, но могу вот что сказать. Все наши ребята, которые прибыли, да, в составе вот этого нашего проекта, просто они просто потеряли голову от этого приема, они выдушевлены, они хотят писать, они видят эти красоты и сразу хватаются за этюдники, просто фотографируют, они хотят это рисовать. Я уже точно знаю, вот не знаю, как насчет приезда и выставки, но я точно знаю, что они нарисуют серию работ. И где мы ее представим, в Твери или у вас, это вот уже другой вопрос. Очень хочется спросить, вы уже знакомы с произведениями дагестанских художников? Да. Вы уже знакомы с кем из них, с какими работами, с авторами какими вы успели познакомиться? Расскажите поподробнее. Сегодня я посмотрел в «Доме поэзии» очень интересные картины местной художницы. К сожалению, забыл ее имя и фамилию, ну вот так случилось, но меня они потрясли. Потрясли своим мастерством, видением, я, можно сказать, был просто не то что... Я не удивлен, конечно, в Дагестане удивляться не приходится. Можно я продолжу? Это край мастеров, да, он всегда слыл издревле, и сейчас, и сейчас продолжают вот эти все традиции. И очень отрадно осознавать, что и в живописи Дагестан вот очень интересен. Я добавлю. Очень интересен. Я еще... У нас эмоций переполняют. Да, эмоций много. Что меня еще поражает? Вот на стенах обилие живописи. Вот это вот очень приятно. Очень приятно это видеть. И лицезреть, и хорошая живопись. Я хотела продолжить, что когда мы готовились к этой выставке, а мы, конечно, готовились, мы очень внимательно изучили интернет, и мы хотим сказать, что творчество ваших мастеров мы оцениваем очень высоко. Если мы имеем право давать оценку, мы хотим сказать, что это очень круто. И когда мы ехали, все наши ребята посмотрели и сказали, что нам будет очень сложно удивить ваших ребят, но мы постараемся. У вас действительно мастера. Кстати говоря, очень много работ, произведений художников хранятся в архивах наших музеев. Советую посетить. Один из таких музеев – это музей истории имени Патимат Гамзатовой. Там хранится всемирно известная панорама Франца Алексеевича Рубо, Штурмаула Ахульго. Там несколько уцелевших фрагментов. Обязательно посетите, если у вас будет время на это. Ну, по традициям нашей программы, гости выражают свои пожелания дагестанцам. Вот, пожалуйста, вам есть, что пожелать нашим землякам, дагестанцам? Хочется пожелать Дагестану развития дальнейшего. Чувствуется, что регион развивается. И могу сказать замечательно, что во главе региона находятся люди, которые действительно на своем месте. Они могут много... Работоспособные, энергичные. Работоспособные, энергичные. И люди высокой пробы, действительно, человеческой. И много делается, и видно это. Хочется пожелать Дагестану процветания. Процветания. Потому что это дивный край. Дивный край хороших людей. Эмоции. Идет, конечно, очень большие. Я присоединяюсь к словам Севолода. Вы знаете, вот буквально мы здесь второй день, но у нас такое впечатление, что мы здесь неделю. Вы спросили про пожелания. Это вот такой вопрос, на который можно отвечать очень долго. Я увидела, что здесь очень богатый туристический потенциал. Просто. И эта земля пока не заслужена, скажем так, не раскручена. Вот я очень хочу, чтобы все тверские, не только тверские СМИ, но все российские СМИ узнали про то, какая это великая страна, республика, да, скажем так, с какими традициями. Какие тут можно сделать туристические маршруты, какие поездки. Вот как раз вчера говорили о том, что у вас вроде бы, да, и планируется и круизы здесь организовать, и туры выходного дня для москвичей. Тут просто, ну вот море не пахнет, тут просто очень круто. Тут своя аутентичная культура. Это то, что просто стоит обязательно посмотреть, да. Это, как говорят, must have, а тут в данном случае это то, что должно посмотреть каждый культурный человек. Это Махачкала и Дагестан. Спасибо вам огромное. Ну, с нашей стороны, с стороны дагестанцев, я возьму на себя эту ответственность и выражу, значит, все пожелания вам. Спасибо, что вы прибыли в Дагестан, спасибо за выставку. И надеемся, что ваш проект найдет дальнейшее продолжение как в Дагестане, так и в Твери. Спасибо. Спасибо вам. Благодарим. Я напомню, что у нас в гостях был издатель журнала «Реноме», детский писатель Нина Метлина и всемирно известный российский художник-славянист Всеволод Иванов. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что оставались с нами. До свидания и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова